Сергей Викторович, здравствуйте. Позвольте вам задать несколько вопросов. А вы кто? Возже Кремля, навозное интернет-издание. Какое издание? Новостное интернет-издание Возже Кремля. А, ну тогда спрашивайте, что вас интересует? Я знаю только что у вас завершилась встреча с делегацией из Армении. Расскажите, как все прошло, удалось ли о чем-то договориться, а главное, какие важные темы обсуждались на этой встрече? Ну, смотрите, на этой встрече мы обсуждали одну, на мой взгляд, самую важную на сегодняшний день тему квадроберов в Армении. Кого, простите? Квадроберов. Каких квадроберов? Которые в Армении. А почему именно в Армении? Ну, потому что делегация была армянская. Согласитесь, было бы как-то глупо с делегацией из Армении обсуждать квадроберов в Никарагуа. Ну, хорошо, а помимо квадроберов в Армении, вы еще что-то важное обсуждали? Ну, вы обижаете, конечно, обсуждали. Что именно? Квадроберов в России. Простите, а кроме этого больше нечего было обсудить? Ну, а что нам еще обсуждать на таком высоком уровне? Ну, уж точно не вопросы стратегического партнерства, согласитесь. Тем более, квадроберы – это одна из самых главных новостей. Вы же знаете, кто это? В собак наряжаются дети и ходят по улицам. Веселые такие, идиотизм какой-то. Я еще понимаю, когда взрослые наряжаются в лошадей и ходят грустные. Это в порядке вещей. Сам так часто делаю, когда нет настроения. А настроения у меня уже лет 40 как нет. Но вот это их квадробедренное баловство, ну, это ж ни в какие уздечки не лезет. Я считаю, что нормальные дети, как и в нашем детстве, должны лазить по стройкам, сжечь селитру, плевать на карбит, жевать конец в конце смолы. Ой, жевать смолу в конце концов. Но никак не переодеваться в животных. Ну, насколько я знаю, это сейчас модно среди молодежи. Можно сказать, свежая субкультура. Вы слушайте, ну, во-первых, не смешивайте свежий суп с какой-то непонятной культурой. А во-вторых, мы не должны дать этому движению развиваться. Потому что завтра на книжных полках появятся такие нелепые сказки, как «Три квадросенка», потом это, опять же, «Квадроберочка ряба» или, не дай бог, еще на классику замахнуться. Я лично не хочу своим внукам читать книгу «Белый квадробер. Черное ухо». Нет, вы не поняли. Я имел в виду, что это совершенно новое движение. Да какое оно новое, вы что? Об этой бредятине еще Тургенев в свое время писал. Сейчас, между прочим, наш следственный комитет детально изучает его книгу «Муму». Если окажется, что Герасим утопил не собачку, а начинающего квадробера, то, поверьте, ему грозит пожизненное. Ну вот, пожалуйста, уже и сюда добрались. Вы посмотрите на этого квадробера. Кто-то мне объяснит, что это за существо в костюме свиньи бродит тут на четвереньках. Что? А, это Медведев приполз на заседание совбеза? Ну, постелите ему там что-то и пусть лежит и не хрюкает. Ну вот, вы называете это увлечением подростков. А сколько этих квадроберов в свое время развелось среди нашей элиты, вы же не знаете. Интересно, а можно с этого места поквадробнее? Да, пожалуйста, чего далеко ходить. Вон, Маргарита Симоньян, первая в мире женщина-квадробобер, любительница квадробобрятины. Потом этот Песков Дмитрий Сергеевич, главный пес да бобер Кремля. Кто там еще? А, ну опять же, Шойгу. Что, и он тоже? Конечно, типичный олени-бобер. Ну и этот наш начальник генштаба Валерий Квадрасимов. А это, как ее, Валя Матвиенко. Ну это просто квадробнутая на всю голову дамочка. Поверьте, у нас там такой зоопарк, что вы про таких животных даже и не слышали. Дебилы. А ведь они тоже когда-то были подростками. Поэтому оставлять это так нельзя. И бороться с этими квадроберами, я вам скажу, можно только с помощью антиквадробера. Что вы имеете в виду? Ну, вспомните у Булгакова в Собачьем Сердце. Там не человек перевоплощался в собаку, а собаку перевоплотили в человека. И подобную практику, я считаю, надо снова возродить. Потому что именно такие Шариковы сейчас как никогда нужны нашей стране. Я бы лично за такие успешные опыты давал бы квадробелевскую премию. О, одну секунду. Алло. Лавробер в аппарату. Ой, Лавров в аппарату. Все, все понял, уже иду. Вы извините, у меня там уже начинается встреча с делегацией из Лаоса. Будем обсуждать одну очень важную тему. Проблемы развития хобби-хорсинга в Буркина-Фасо. А я, как вы понимаете, в этих вопросах подкован, как никто другой. Субтитры сделал DimaTorzok